Откуда же рождаются и у них в умах двойные статарты? Почему рождаются двойные? У них рождается определенный взгляд. Определенный взгляд. А как бы вы, будучи там, отнеслись к тому, что вдруг Россия, которую всю жизнь мои дети прятали в школе под столом, потому что они боялись, что сейчас эти русские начнут нас бомбить и, так сказать, ядерное оружие и прочее, теперь они взяли и захватили Крым. Как это вообще? Ну как это? Журналисты же должны разыскать, откуда Крым пошел, почему он неукраинский, оказывается. А как он неукраинский? А какой он? Всегда Россия предложила. Да, но потом подарили почему-то. Ну и документально не зафиксировали. Как это не зафиксировали? Нет. Значит так. Никит Сергеевич Хрущев подарил Крым Украине. Валентаристский. Какая разница, как? Он подарил. Вы эти руки подарили. Может быть, я думаю, на трезвую голову. Это было в связи с трехсотлетием вхождения Украины в Российскую империю. А поскольку у Никиты Сергеевича руки были в крови по самой локоть в отношении Украины, то он решил таким образом сделать такой вот подарок. Он не имел права это делать, Конституция ему не позволяла этого делать, но необходимо было, чтобы Президиум Верховного Совета СССР одобрил такую вещь. Президиум Верховного Совета СССР, конечно же, единогласно, единодушно проголосовало за. Но была одна маленькая такая ошибочка. Не было кворума. Кворума не было. Поэтому на самом деле, на самом деле, Крым до Юрия не принадлежал Украине. И все было бы хорошо. Но когда в Беловежской пуще Борис Николаевич Ельцин встретился с президентом Кравцовым украинским... Кравчуком. И сказал ему бы... Кравчук. Кравчук. И сказал бы ему... По рукам расходимся. Но Крым... Он этого не сказал. Он этого не сказал. Он таким образом как бы признал, что Крым украинский. И никто не возражал, ведь ни один российский руководитель, в том числе и Путин, не сказал. На самом деле, Крым... Значит, а что сказали? А сказали, что народ имеет право на самоопределение. Народ. Это правда. Право на соопределение, это прямо в ООН записано. Но наравне с этим, прямо наравне написано, что неприкосновенность государственных границ, целостность государства. Это два принципа, которые друг другу противоречат. Значит, в одном случае, право на самоопределение это да, например, Косово. А в другом это нет, например, Абхазия, с точки зрения Запада. Понимаете? Поэтому Крым, это вроде бы самоопределение. Народ хотел. Он, конечно, хотел. Большинство хотело, чтобы быть часть России. Но опять, все намного сложнее. Вы хотите, чтобы рядовой американский журналист или не рядовой... Вот он будет, Верховный Совет, там, чего, какой. Они взяли и оттяпали, и все, аннексировали. А теперь они еще Прибалтику себе возьмут и Польшу завоюют. Я считаю, что это исторически справедливо. Но это аннексия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова